Сегодня праздник у ребят, сегодня были танцы. В честь открытия пристройки к 107 детскому саду для детсадовцев была подготовлена небольшая концертная программа. Даже Золушка, в честь которой назван садик, прибыла на праздник вместе со Скомарохом, Карлсоном и другими сказочными персонажами. С открытием новой пристройки детей и родителей поздравил мэр Анатолий Пахомов, а строители и градоначальник отметил благодарственными письмами. И все же главным подарком для маленьких адлерцев стала возможность получить путевки в соседний детский сад. Мы очень рады, что открывается этот садик. Мы его ждали и надеемся на следующий год мы попадем в этот садик. Годовалый Владислав пойдет в этот садик только летом, а вот пятилетняя Кристина Цехместор сегодня рассматривает игрушки в новой комфортной и уютной группе. Мне очень понравилось то, что новый садик построили строители. Ну, нравится то, что здесь пазы собирают и делают игрушки. А в спальной комнате помимо мягких кроватей есть и интересное зеркальце с чудо-шкафчиком, где юные принцессы смогут привести себя в порядок после дневного сна. В корпусе также предусмотрены отдельный зал для музыкальных и физкультурных занятий, раздевалки, ванные комнаты, прачечная и большие игровые зоны. Эта пристройка готова предоставить жителям микрорайона «Голубые дали» и 120 мест. Здесь предусмотрены 4 группы по возрастным категориям. Каждая комната отвечает современным требованиям. Впрочем, как и само здание, здесь проведены все необходимые коммуникации, установлена система видеонаблюдения и сделан пандус. Благоустроенная территория, посажены цветы и сделана площадка. По такому же принципу до конца 2017 года будут построены еще 10 детских садов и 11 пристроек. Таким образом, за два года добавятся еще 3100 мест для детей. А потом будут проектироваться и новые школы. Строительство учреждений образования также будет способствовать краевая администрация. Все больше и больше задач появляется, но хороших задач. Раз увеличивается количество деток, малышей, значит, наши родители верят в будущее, хорошее будущее нашего города. Мне остается только поблагодарить губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева за то, что он внимательно относится вот к этим задачам. И те проекты, о которых мы говорим, 12 новых детских садов, и эта пристройка, и многие-многие другие были построены при помощи и при финансировании краевого бюджета. Ну и традиционным финалом праздника для детей стали подаренные игрушки. Целый мешок интересных машинок, книжек, кукол и других развлекательных наборов тут же увлек ребят. И таких счастливых моментов в Сочи еще будет немало. Татьяна Нагорская, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.